Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Саймон Брагинский на канале Smart Investing Academy. И сегодня мне пришла в голову такая мысль, почему мы назвали себя Академией. Академией, на самом деле, называются такие учебные заведения, которые готовят людей к определенной профессии по всем канонам академического образования. Я в своем обучении, в своем подходе тоже использую академические вещи, которые необходимо знать каждому трейдеру. И спешу вас уверить, что на самом деле, если вы не знаете, как определяется потенциальная цена акции, то в трейдинге вам делать нечего. А в трейдинге, на самом деле, нужно знать достаточно много вещей фундаментального анализа, такие как Price to Earnings Ratio, Price to Sales Ratio, понимать, что такое Gross Margin, и почему, когда она падает, то и акция падает, почему, на самом деле, акции падают или поднимаются, почему институционалы покупают ту или иную акцию. Потому что, если, допустим, институционалы не имеют интереса к данной акции, то данная акция никуда не пойдет. Акции у нас идут наверх или падают только под действием институциональных покупок или продаж, поскольку институциональные игроки являются самыми крупными субъектами на рынке, они покупают большие количество акций по каким-то причинам, потому что акция, по их мнению, считается недооцененной, и только поэтому акция идет наверх. Или, если они ее продают, тогда акция идет вниз. Я в своих курсах, в своих программах учебных учу трейдеров, как находить институциональное присутствие по графику, как это видеть по объемам, и в конечном итоге я даю вам алгоритм, как находить те компании, которые идут наверх. Сегодня я хочу вам показать несколько вещей интересных, которые помогут вам в вашем становлении как трейдеры, если вы найдете их интересными или полезными, или у вас возникнут какие-то вопросы по моему изложению. Пожалуйста, не стесняйтесь оставлять свои вопросы или комментарии на YouTube-канале. И, пожалуйста, у нас начинаются скоро уже учебные программы, записывайтесь на них, я думаю, будет полезно, интересно, и, главным образом, для вас это будет очень выгодно, поскольку вы станете прибыльным трейдером, и к чему вы стремитесь, как не к этому. Значит, сегодня я хочу остановиться на тех акциях, о которых я говорил буквально пару дней тому назад, когда у нас вышла новость, что компании, продающие электронные компоненты компании ZTE, китайской компании ZTE, упали здорово из-за того, что американские authorities, то есть органы, заставили эти компании, приостановили их лицензии на продажу китайской этой компании на 7 лет. У тех компаний, у которых были большие продажи, в частности, как у компании ACIA, у нее достаточно большой процент продаж приходится на ZTE, эта компания упала на 36%, если вы помните, вчера на 3% отыграла. Остальные же компании выступили со стейтментом, что их продажи не настолько зависят от компании ZTE, а главным образом приходится на Huawei и на Nokia, поэтому многие компании после этого стейтмента пошли вчера наверх. Как я на это отреагировал? Я увидел вчера, что компания Light еще с открытия торговалась в плюсу и увидел, что компания MTSI, в которой у меня оставалась маленькая позиция, тоже сделала стейтмент, причем еще в тот день, когда вышла эта новость, она сделала стейтмент, что на самом деле всего полтора миллиона их продаж приходится на ZTE. И у нас MTSI сразу же с открытия пошел наверх, я ее купил от 18 долларов, когда она после открытия в плюс сделала откат, и эта компания благополучно сходила до максимума 19.35, я из нее не вышел, хотя можно было это считать дневной сделкой, можно было зафиксировать прибыль, но я, как правило, инвестирую на перспективу и, соответственно, я эту акцию оставляю и буду ее держать достаточно долгое время. Компания IPCHI, тоже компания, которая здорово упала в предыдущий день, порядка 9 или 10 процентов, вчера тоже отыграла 1.45, причем мы видим, что она открылась в небольшом плюсе, 50 центов, даже меньше, и сходила до 32.90. Можно было в ней 1.70 заработать. Поэтому в таких вещах, когда вы понимаете, что происходит в рынке, вы понимаете причинно-следственные связи, которым я вас учу, тогда вы в этом рынке начинаете осознанно зарабатывать деньги, тогда ваши заработки становятся не случайными, а становятся осознанными. У вас появляется алгоритм, который работает, и тут уже вы можете нажать на горшатку газа, вы можете увеличить объемы своих сделок, когда вы понимаете, что каждое 5 из ваших 6 сделок работает, то вы можете увеличить свои объемы и, соответственно, зарабатывать больше. Значит, то, что у нас произошло овернайтом, а интересно, я хочу тоже сделать замечание по поводу этого, компания LRCX, LAM Research, компания, которая вчера у нас поднялась на 8 с лишним долларов, вчера был на самом деле очень сильный день, хочу это отметить, для NASDAQ. NASDAQ поднялся на 1,74%, такие дни случаются крайне редко, особенно если мы сравниваем NASDAQ с Dow и с S&P, но по большому счету наверх пошли акции компаний, которые у нас, я их называю FANG, но к ним относятся еще и Nvidia. Nvidia мы можем увидеть вчера, наверняка сильно поднялась, на 6 долларов поднялась, но в основном поднялись акции FANG, Amazon у нас поднялся более 3%, видите, на 4,32%, Google поднялся, эти акции вели рынок за собой, но, как я вам уже говорил, что удельный вес этих акций в индексе настолько высок, что эти акции сами по себе могут повести рынок наверх, при том, что остальные акции могут у нас падать. К примеру, компания iRobot, которая усиленно рекомендуется аналитиками к покупке, говорят, что ваши дети будут рады, если вы купите для них эту акцию. Компания iRobot, к примеру, вчера упала, мы видим, на 5%. Почему упала? Никаких новостей нету, нету новостей. Понимаете, вот пишется, 300 акций, kids will brag about someday, то есть iRobot это одна из этих компаний. Поэтому, вот iRobot тут упал, нужно, вот, допустим, если вы не находите причины, по которой компания упала, это говорит, что самое время акции покупать, поскольку у нас, если в таком рынке, как вчера, акция не поднимается, то либо ее специально продают, чтобы купить ее по более дешевой цене, либо действительно в акции есть какая-то, в компании есть какая-то сокрытая новость, как это было, когда сказали, что появился китайский конкурент, который производит пылесосы-роботы, который может конкурировать с компанией iRobot, и это здорово уронило эту компанию в цене. Значит, что еще я вам хочу сказать. Начал я говорить о компании LRCX, которая у нас, LRCX, которая у нас отрепортала после закрытия рынка. Значит, компания побила достаточно хорошо, вот мы можем увидеть, что у нас вот автор Our Stop Tax Tax Dive. Значит, у нас компания LAM Research, можете поверить мне, если нет, можете посмотреть сами в брифинге, можете посмотреть briefing.com, квартальный отчет компании. Компания побила ожидаемый результат на 40 с лишним центов, дала upside прогноз на следующий год, подняла свои ожидания, как по прибыли на квартал, так и на следующий квартал, на год в целом. И, соответственно, все ожидали, что акция пойдет наверх, поскольку она все равно, даже поднявшись вчера на 8 долларов, находится в 20 с лишним долларов от своего годового максимума. Компания хорошо отрепортала, но она в силу каких-то причин торговалась, вот я это посмотрел, уже торговалась минус 13 долларов после закрытия рынка. Почему это происходит, когда вот компания так хорошо отрепортала? Иногда бывает такая ситуация, что есть так называемый whisper number, что аналитики ожидали большего от данной компании, были не совсем они удовлетворены тем upside прогнозом, которое дала эта компания. Но в данном случае компания упала в силу того, что ее gross margin уменьшилось. Что такое gross margin? Это отношение чистых продаж к продажам. Это говорит нам о том, что у компании увеличились расходы. Для того, чтобы эти продажи сделать, им нужно платить зарплаты, нужно, скажем так, какие-то еще расходы нести, главным образом зарплаты, доставка и так далее, транспортировка и, соответственно, амортизация оборудования. В общем, gross margin компании снизился, причем снизился очень незначительно. И по прогнозу компания, когда дала прогноз на год в целом, она тоже понизила прогноз по маржей. Вот такой маленький штрих, как margin, снижение gross margin, может дать вот такой неожиданный результат, что компания после хорошего квартального отчета падает. То же самое произошло и с компанией IBM, которая не показала такого серьезного позитивного отчета, но тоже торгуется минус 9 долларов после закрытия. Значит, это в конечном итоге повлияет сегодня на технологический сектор в целом. Поскольку у нас IBM тоже технологическая компания, LRCX это полупроводниковая компания, то мы должны сегодня ожидать падения после, на самом деле, двухдневного такого беспрецедентного роста. Мы должны ожидать падения, особенно в полупроводниковом секторе. И падения от Dow Jones, поскольку у нас IBM имеет высокий удельный вес в Dow Jones, то падение IBM вызовет и падение Dow Jones. Поэтому мы сегодня можем ожидать падения полупроводниковых акций. И после закрытия такие компании, как Applied Materials, торговались в минусе, хотя вчера поднялись немного. И компания находится тоже достаточно, ну, скажем так, недалеко, но не слишком близко от своего годового максимума. Эта компания тоже торгуется в минусе, как и торгуется компания KLIC. Главным образом торгуются в минусе компании-производители оборудования для выпуска полупроводников или процессоров, или микропроцессоров. Есть компании, которые производят сами микропроцессоры. Такие компании, как Micron, как AMD, как, скажем, Maxim, MXIM. А есть компании, которые производят оборудование для производства полупроводников. Это компании CLAC, это LRCX, это AMET. Это три крупнейших компаний, которые занимаются выпуском оборудования. Поэтому главное сегодня внимание на компании, производящие оборудование для полупроводников. В частности, можно попытаться зашовтать компанию BRKS, которая вот тоже у нас, видите, вчера не демонстрировала особенные силы. Вот мы видим MKSI, COHU, AIS. Это все компании, которые занимаются производством оборудования для полупроводников. Поэтому вот на эти акции сегодня внимание. И в заключении сегодняшнего выступления я хочу вам показать, опять, когда я вам показывал совмещение технического и фундаментального анализа, я хочу вам показать акции, которые я рекомендую к покупке, которые находятся на своем годовом хае. Это 32 компании, которые находятся в пределах 5% от своего годового максимума. И сейчас мы некоторые из этих компаний в соответствии с сектором и с ценой посмотрим. Значит, компания CAR, мы сразу же ее отметаем. Это Avis, компания, которая сдает машины в аренду. Она вчера упала, она уже отскочила от своего хае, поэтому мы ее смотреть не будем. А давайте-ка мы посмотрим какие-то, скажем, компании CMT. Это компания, в которой я сижу. Компанию, которую я подготовил для вас. И вот смотрите, мы совмещаем вот хорошие фундаментальные показатели. Значит, CMT. Мы с вами видим, что компания, цена ее 3168, находится фактически на своем годовом максимуме 100%. За последние 4 недели на нее не поменяли на самом деле никаких эстимейтов, ни на текущий квартал, ни на год в целом. Но мы видим, что за неделю она у нас поднялась на 0,834%. Давайте просто посмотрим эту акцию и увидим, что действительно после некоторого периода консолидации между 31 и 30 долларами, чуть-чуть выходила, даже к 29 подходила, акция отстрелила, вышла из ренджи. И теперь она смотрится хорошо. Значит, мы видим такую свечу. Если за ней последует еще одна такая свеча, то это будет говорить о наличии институционального игрока. Эта компания хорошо побила ожидаемый результат в прошлом квартальном отчете. И, соответственно, в ней ожидается, скорее всего, хороший квартальный отчет в данном моменте, когда она отрепортует в начале мая. Значит, мы с вами видим, что компания побила в прошлый квартальный отчет, показала 66 центов прибыли против 8 центов убытка. Побила на 925% ожидаемый результат на самом деле и пошла очень хорошо наверх. Если она покажет такой же результат и в этот раз, то, соответственно, она пойдет также наверх. Значит, что говорит в пользу того, что компания может показать этот результат? Я слежу за новостями, вот буквально несколько дней назад компания получила 59-миллионный контракт от US Navy, от департамента Navy, ну, морского департамента США, от военной промышленности получила заказ на обновление сателлитов для телекоммуникационных нужд. 59-миллионный контракт. То есть она получает ряд контрактов. И компания находится в очень хорошем секторе, который занимается Internet of Things, который должен достичь своего пика буквально через год-полтора. И, соответственно, эта компания один из таких ключевых игроков, недооцененных игроков в этом секторе, которая должна, я думаю, хорошо подняться. И когда я вам говорю, что, допустим, мое обучение, мой академический подход подразумевает ожидание от акции какой-то цены, то это не голословно, на самом деле, не то, что я там, например, смотрю и вижу, что вот у этой компании вот есть такая цена. One Yard Target Estimate 33.30. Так зачем ее покупать, если у нее остаточный потенциал движения всего 70 центов? Для этого есть у нас такой сайт, называется Finbox.io. И вот мы можем с вами вот по этому сайту вот реально вот посмотреть, вот сколько вот эта акция в течение пяти лет, какой она имеет таргет. 34.77. На самом деле это не совсем, как бы, скажем, точно, аккуратно, на это не нужно ориентироваться, но я, как бы, хочу видеть, что у акции есть какой-то потенциал, что она должна стоить больше, чем она стоит в данный момент, поскольку, допустим, она может стоить еще больше, поскольку сюда не принимается во внимание сама индустрия, в которой компания находится, и возможность пика этой индустрии, как бы, движения, как бы, прибыли компании наверх, получения новых контрактов, это не совсем учитывается, то есть, согласно текущим данным, эта компания должна стоить на 2 доллара дороже. Это для меня достаточно, чтобы в эту компанию инвестировать. Значит, еще раз, сайт finbox.io, там вы можете получить, ну, скажем так, ожидаемую стоимость компании, согласно модели, 5-летней кэшфлоу модели. Значит, не буду вам забивать с этим мозгом. Мозг, захотите, посмотрите сами, будут вопросы, напишите, можете мне написать какую-то акцию, и я вам дам потенциальную цену на эту акцию. И давайте в заключении нашего сегодняшнего, вот, моего выступления, посмотрим еще несколько акций, которые подняли свои прогнозы за последнее время. Вот давайте посмотрим компанию LHCG, которая подняла свой прогноз в течение 4 недель на квартал, на год в целом, и поднялась сама. Находится в пределах 5% от своего годового максимума. Давайте посмотрим LHCG, эту компанию, как она выглядит графически, и не пробила ли она у нас какой-то уровень. Значит, мы видим, что по большому счету мы видим инстанциональных покупателей. Вот когда мы видим несколько свечей подряд, пусть даже с хвостами, это инстанциональные покупатели, вот мы буквально подходим вот к уровню, который мы видим слева, и, в принципе, эту акцию тоже можно брать вполне. Значит, для этого, чтобы ее брать, нужно, конечно, посмотреть, что это за сектор, и посмотреть динамику прибыли, динамику прогнозов по прибыли. LHCG, значит, что это за компания, смотрим в профиле, профайл, medical care, значит, LHCG, health care provider, special license, post-appreciate care primary, то есть это компания, которая, ну, госпиталя, которые после операции люди там вот лежат в этих госпиталях. Значит, и посмотрим, давайте, как бы сектор достаточно безопасный, смотрим, что прошлый квартальный отчет компания побила на 1 цент, но также мы с вами видим, что в течение последнего месяца прогноз по прибыли был поднят на 40 центов на текущий год, и на 62 цента на следующий год. То есть мы видим позитивные сдвиги, мы видим, допустим, в течение, ну, мы видим также, ну, за последние дни поднят не был прогноз, но такая компания вполне, как бы, пригодна для торговли, единственное, что она немножко дороговато, наверное, для вас. Значит, по другим компаниям мы не видим, давайте посмотрим компанию Mavada, 39.95, тоже подняла прогноз на 4.55 на квартал, 16.71 на год, на 4.58 поднялась. Значит, находится фактически на своем максимуме. Компания торгуется небольшим объемом. Mavada – это компания, которая производит часы в таком недорогом сегменте. И давайте посмотрим акции этой компании. Как они графически смотрятся. График должен смотреться хорошо, согласно тому, что находится на своем максимуме. Ну, вот мы видим несколько вот такую свечу. У нас на квартальном отчете акция, видимо, это был гэп на квартальном отчете, когда у нас выстрелило более 5 пунктов акция, исходило еще больше наверх, и постепенно она начинает идти, вот консолидируется вдоль пятой экспоненциальной. Moving Average тоже идет наверх, и как бы эта компания тоже достаточно неплохая. Единственное, мне не нравится сам сектор, поскольку я Mavada часы никогда не уважал, никогда не носил. Как бы слишком они дешевые, и, соответственно, ну, не знаю, как компания одного продукта, допустим, только часы, может вот настолько там показывать рост прибыли. На самом деле это вызывает у меня знак вопроса. Просто немножко не та индустрия, хотя графически, и согласно вот прибыли, можем еще раз посмотреть, MOV, динамику прибыли, смотрится достаточно неплохо. Ну, опять же, смотрите, подозрительный момент, в тот день, когда рынок так сильно поднялся, у нас компания опустилась. То есть, я всегда, вот смотрю, для меня это очень важный показатель того, насколько вот компания сильна. Если в день, когда рынок поднимается, компания падает, это означает, что что-то там не то. Значит, смотрим, что да, вот 30 дней назад, когда компания от Репортала подняла прогноз на текущий год на 30 центов, а на следующий год на 27 центов. Ну, примерно одинаково подняла, и она побила, мы видим с вами, в два раза побила ожидаемый результат в прошлый квартальный отчет. Но не совсем та индустрия, поэтому как бы давайте эту компанию не будем рассматривать. Давайте посмотрим в заключении еще одну вот компанию. ТС, это Тенерис, ТЛРД. Давайте посмотрим компания, бывшая компания, которая вот продавала, у нее было другое название, по-моему, Мэнс Вэрхаус, МВ у нее был символ. Эта компания поменяла название, и, в принципе, после этого пошла наверх, продает и арендует таксида, костюмы мужские, мужскую одежду. Значит, давайте посмотрим, что тоже вот был поднят прогноз за последние четыре недели на год, на квартал, и акции поднялись. То есть, одна из таких сильных ритейл-компаний, которая имеет, по-моему, ЗАГС Рэнкинг 1, да, имеет ЗАГС, то есть, все эти компании имеют ЗАГС Рэнкинг 1, то есть, чего я об этом говорю, когда они все уже отобраны, что это компании, которые имеют Рэнкинг 1. И тоже по графику мы с вами видим, что отличный график, компания консолидируется, тут мы видели институционального покупателя, раз, два, три, четыре, четыре свечи подряд, институциональный покупатель, который покупал, сейчас акция находится в некотором периоде консолидации, и, в принципе, я думаю, такая компания тоже после хорошего, отрепортного квартального отчета, может пойти дальше наверх. Значит, но, опять же, для вас должно быть важно понимание того, что хороший квартальный отчет не всегда значит, что акция пойдет наверх. Допустим, вчера компания MLNX тоже хорошо отрепортала, я ее тоже увидел, увидел ее вот в этом списке, у нас MLNX, я ее увидел на самом деле, MLNX, так, где она? Вот она, видите, MLNX компания, которая тоже находилась на годовом максимуме, но если мы посмотрим на эту компанию, что после того, как она вчера отрепортала хороший квартальный отчет, вот она открылась с гэпом в полтора доллара, выше не пошла, и сходила вниз до 75-72, то есть она в какой-то момент почти что на 3 доллара упала, поэтому эта компания, я думаю, поломана, потому что если она негативно отреагировала на квартальный отчет, эта реакция продолжится. Вчера она закрылась не в своем минимуме, потому что рынок закрылся в своем максимуме, а сегодня она будет падать вместе с LRCX, поэтому если хотите, запишите себе эту акцию, это будет сегодня шорт. У меня все, какие-то вопросы, комментарии, буду всегда рад ответить на них. С вами был Саймон Брагинский на канале Smart Investing Academy. Всего хорошего, до новых встреч!